Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и мы сегодня выкатим из ангара на несколько каток Т-54Е2. Он же словно известный акула, но единственное что у меня нет этого легендарного камуфляжа, я его брал лысым голым. Но перед тем как мы с вами начнем, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал, поставить лайк данному видео. Вы очень, ну очень сильно поможете мне развивать мое начинание. Спасибо вам огромное заранее за подписочку на канал. Итак, ребятки, почему мы будем сегодня его катать? Катать мы его будем по одной простой причине. Потому что на данный момент у нас в магазинчик вывалили предложение, в котором есть этот танчик за 8500 голды. Голый, лысый, без всяких вот этих вот приколов, прибамбасов, просто сам танчик. Показали также еще возможность взять АМХа М4МЛЕ49 за 8000 голды. И можно взять все это комплектом за 15000 золотых монет. Но тогда уже получаете легендарный камуфляж и на Т-54Е2 и на АМХ. получаете, ну как по мне, абсолютно ненужный аватарчик. И я бы сказал, ну в принципе, надо, не надо, не знаю, 5Х опыта. Вообще, честно говоря, 5Х опыта, это конечно прикольно, но в целом, как бы на прем-машинах, ну не знаю, на любителя. Понятное дело, открытое все оборудование, 2 слота в ангаре и есть еще вот такой вот приказик. Нужен он вам или не нужен, опять-таки, ну как бы, дело ваше, зато вы за это можете получить 5 мистических контейнеров. Ну, короче говоря, по поводу мистических контейнеров, видос есть у меня на каналчике, может зайти, посмотреть, ну и подумать, нужны они вам или не нужны. Короче говоря, в отношении целого комплекта, мое скромное мнение, как владельца конкретно Т-54Е2 и человека, который не катал АМХ М4, но по какой-то абсолютно непонятной для меня причине, после того, как я сталкивался с ним в боях, у меня и нет желания приобретать его за 8 голды. Ну, просто, чтобы стоял. Не знаю, не люблю французов, ну как-то не моя техника, короче говоря, техника на любителя. Поэтому, по поводу предложения за 15 косых голды, тут уже подумайте сами. Что же касается самой Акулы. Акула-танчик очень классный. Мне он очень сильно нравится. Один из самых любимых моих танков в этой игре. Я очень часто его выкатываю. И выкатываю я его по нескольким причинам. Первое. У него очень неплохая броня. В принципе, очень играбельная. Танчик довольно живучий. Танчик довольно приятный в управлении. И это все мы оценим с вами непосредственно в бою. Сейчас заценим с вами исключительно то, что всегда меня интересует больше всего, а как я буду сандалить. Он вооружен пушечкой 9 левела с углами склонения 10 вниз, что для Акулы ну очень приятно и позволяет отыгрывать на неровностях. Очень классно, что есть именно минус 10, а не минус 8 или вообще какие-то там позорные минус 6. Вверх плюс 20. Тоже очень приятно, очень удобно на каких-то холмах, горах. Ну, короче говоря, вы понимаете, где пушечку можно использовать. Что касается урона. Урон 310 единиц. Кто-то скажет, что этого мало. Но с учетом живучести данной машинки, с учетом времени перезарядки в 8,2 секунды, там 8,3 секунды, что в принципе для тяжа довольно-таки неплохо, у вас выгорает таким образом урона в 2250 единиц, округляя в минуту. А это уже, ну, довольно приятно, как для восьмерки. Что же касается вот времени сведения и разброса на 100 метров, посмотрим непосредственно в бою. Итак, погнали в бой, посмотрим, что машинка может в полуумелых руках, таких как у меня. Ну и, соответственно, как эта машинка будет играться в ваших руках, когда вы ее себе возьмете и начнете ее выкатывать. Скажу откровенно, к машинке необходимо чутка привыкнуть. Но в этой машине есть и огромный плюс. Я бы даже сказал не просто плюс, а плюсище такое, которое прям перекрывает огромное количество возможных маленьких минусов по данному танку. Это то, что танк позволяет вам допускать какие-то ошибки в бою. Танк позволяет вам ошибаться и не нести за это, ну, прям вот совсем каких-то там потерь. Поэтому сейчас закатываемся, играем. Ну, первое, что оцениваем, это, безусловно, подвижность. Вот заметьте, подвижность у нас такая, что мы обошли СТ, мы обошли, соответственно, объекта. Короче говоря, скорость движения данной машинки, она очень приятная. У нее довольно неплохая максималка, как для тяжа. И что самое интересное, он набирает эту максималку, скажем так, незаметно. То есть есть такие машинки, которые набирают бодро, прям совсем с места где-то как-то срываются. Есть такие машинки, которые набирают медленно. Ну, и, знаете, так вот ты прям чувствуешь, как она пытается раскочегариться. А вот данная машинка, она набирает абсолютно незаметно. Она просто берет и едет. Что касается орудия. Орудие мне всегда нравилось. Орудие мне всегда нравилось и его точностью, и его уроном. Ну, в общем, короче говоря, машинка, ну, прям блеск. Я, честно говоря, не устану эту машинку хвалить. Вот смотрите, насколько мне нравится, допустим, тот же Action X, я считаю, что эта машинка must have в ангаре практически любого танкиста, уж тем более начинающего танкиста, то акула, она для меня еще выше стоит по уровню желания. И вот, честно говоря, если бы у меня этой машины не было, я бы ее взял. И вот сейчас, когда я ее катаю, я понимаю, что отдав ту голду, которую я в свое время за нее заплатил, а заплатил я за нее больше 8,5 косых золота, я бы сейчас купил эту машину еще раз. Она принимает на себя абсолютно нормально попадание практически от кого угодно. Она позволяет вам, ну, немного роковать, я бы так это назвал. Да, безусловно, на ней необходимо понять, как отыгрывать свою броню. Ну, в принципе, как и на любом танчике. Вот сейчас тот же самый Vickers, да, он меня пробивает. У меня есть подозрение, что он пробивает меня голдой, либо бьет меня просто в бочину. Но я все равно продолжу за ним охотиться, как вот, знаете, в фильме Челюсти была такая абсолютно неутомимая акула, которая просто жрала всех и ей хотелось еще. Вот на этом танке ты играешь именно так. Ты чертова акула, которая просто реально с огромными зубами, которая жрет всех, кому просто видит перед собой, и на ней хочется выезжать. СТ-9 сейчас бьет меня в лоб, и мне пофигу, вот абсолютно просто по барабану. Короче говоря, на этой игре ты получаешь такое количество кайфа и адреналина на этой машине, простите, что просто несравнимо вообще ни с чем, для того, чтобы можно было сказать, что вот есть какой-то аналог. Для меня лично аналога на восьмом уровне нет. Где-то вот там рядом находится Action X, и, ребят, это все равно рядом. Это все равно не прям вот рядом в притирочку. Это все равно где-то на один пол шажка находится Action X позади этой машины. Я редко рекомендую танки, я редко говорю о том, что да, вот это вам стоит заиметь, но вот эта машина, поверьте, она нужна вам в ангаре, если вы хотите периодически заезжать, и в преобладающем большинстве боев просто нагибать, вот, ну, прям совсем с отрывом таким, знаете, вот прям, не знаю, со взлетом эмоций, которые просто переполняют. Ребят, за вот этот бой мы нанесли 4100 урона, сделали 3 честных фрага. Никто не смог нас раздамажить нормально. Мы получили 258 тысяч серебряных монет, 258 тысяч фарм. Это просто, ну, я не знаю, это загиб мозга происходит. Мы заняли первое место по урону, в два раза оторвались от второго нашего союзника. Короче говоря, мы зарешали бой, и вся заслуга за этот бой лежит именно на вот этой вот, ребятка, машине. На вот этой. И поэтому, если у вас есть 8500 голды, не тормозите, просто заходите и покупайте ее голую, лысую. Хотите, возьмите ее в комплекте, в наборе. Я лично не возьму набор, он мне не нужен. Я не понимаю, ну, переплачивать за все вот эти ништяки, которые добрасывают, да, там, в этот опасный дуэт. За АМХ платить 8 кусков, тоже вообще вот никакого смысла я не вижу. Ну, вот, зайти, допустим, там, в те же самые его характеристики, посмотреть, там, та же самая стрельба, тоже 310, 232, урон в минуту поменьше, время перезарядки подольше, чем у акулы. Вот вам, в принципе, и ответ. Возможно, он какой-то там уникальный, не знаю, не катал, но в бою встречал, и он меня как-то вообще не зацепил. А вот, вот этот танчик, он реально вам нужен. Есть 8500 голды, сливайте, не задумываясь, вы абсолютно не пожалеете. И фиг с ним, с легендарным камуфляжом в виде акулы. Нацепите на него то, что вам нравится. Фантись, играйте, возвращайтесь на мой канал, всегда буду рад видеть. С вами был ВотГСН. Я буду всегда рад каждому из вас. Всех благ, всего хорошего, подписывайтесь на каналчик, ну и обязательно мира вам.